Я назвала свой новый проект «Мужики РФ», потому что мне захотелось разобраться в том, чем именно мужчины России отличаются от своих собратьев в других странах. А вдохновила меня на этот проект моя предыдущая работа в рамках программы «Все в сад», где за любимым занятием – садоводством – мне посчастливилось пообщаться со звездными мужчинами нашей страны. А это правда, что вашим именем «Звезда в созвездии Орион» названа? Гордитесь, наверное, очень. Если бы это было 30 лет назад, я бы с ума сходил от радости, а сейчас так спокойно. Тихонечко слушали и передавали друг другу записи, переписывали это все в тайне. Я еще помню, совсем молодым, совсем мальчишкой, я слушал «Голос Америки» из Вашингтона по радио, ловил. А Тверскую помните? Да, это девочка с Тверской, старой улицы приметы. Когда я однажды проснулся утром, и меня разбудил под окнами истошный вопль пьяных. Парап! Парап! Ой-ой-ой, это Ваша песня, да? Ну, я понял, что я популярен, конечно. К вам поклонница подбежала и попросила расписаться на обнаженной груди. Был такой. Значит, я поняла, что ведущий – это Эдгард. А сам Эдгард кому-то подчиняется в жизни или нет? Подождите. Так, стоп, подожди, вопрос был у меня. Нет, копаем, подождите. Если он болтун, это совсем не значит, что он ведущий. Стоп, я вообще-то все отвечу. Спасибо за вопрос. Все боятся уже Ваши диски продавать с пиратами. Не все еще боятся. То есть кто-то еще рискует, да? С Антоном он связывался. Много-много их. Вот хотелось спросить, у тебя в жизни была какая-нибудь трудовая повинность? Вот нас, как бы, безжалостно посылали. Перегружать вот это вот, значит, караба с рыбой там, значит, в порту и так далее. И поэтому у меня получился музыкант. Оля. Оля. Фух, я сейчас умру от счастья, секреты, все. Мужики. Мы сталкиваемся с ними, попадая в этот мир. Мы чувствуем теплые руки отца, прижимающие нас к груди. Или холодок на щеке от слез матери, плачущий из-за того, что отец бросил нас еще до нашего рождения. Если повезло, то именно папина любовь сделает нас успешными и уверенными в себе. А если нет, то ее отсутствие породит много проблем в нашей жизни. Потом приходит осознание того, что все люди делятся на два типа, у которых половые органы разные. И это просто взрывает мозг. И вот здесь начинаются попытки разобраться в нашей разности. Появляется желание понять не только то, чем мы отличаемся физиологически, но и ментально. Кто-то эту науку постигает, а для кого-то она остается тайной до конца жизни. Ну а потом наступает такой возраст, когда в животе порхают бабочки и по телу пробегает дрожь от мужских прикосновений. Мы начинаем выбирать себе пару. Один нравится, но он любит другую. А вот этот неказистый обожает тебя. Как сделать правильный выбор? Слушаем то свое сердце, то мозг. А говорят, что его, единственного своего, выбрать можно даже по запаху. И вот, наконец, он рядом. Лично. Твой. И ты начинаешь пытаться им распоряжаться, командовать, не задумываясь о том, что и он относится к тебе, как к собственности. И вот здесь начинается ад. Мы пытаемся подмять друг друга под собственное эго. Блаженные моменты любви сменяются скрипом зубов от отчаяния в попытках быть понятыми. Вот где он, настоящий накал страстей. Именно в нем проявляются разные сущности мужчин и женщин. Охотник и жертва. А может быть, уже и палач. Кто станет главным? Борьба, искры летят. И кто-то просто не выдерживает. А может, махнув рукой, приспосабливается к ситуации, чтобы не трепать себе нервы? Все повторяется. Теперь уже сын или дочь в объятиях любимого мужа. А может быть, это уже твои холодные слезы отчаяния льются на щеки детей от того, что осталась с ребенком одна. А дальше пошло сплошное воспитание. Учим всех, и мужа, и детей, как правильно жить. А потом удивляемся результатом. Мы навоспитывали себе таких мужиков, добрая часть из которых просто решила отказаться от женщин. Во как! Нравится? Так может быть, разобраться в том, что мы упустили. Может быть, все же постараться понять то, что они из себя представляют. Они, эти загадочные, и в то же время очень понятные мужики. И, ки.